Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим заварной бисквит для торта. Очень вкусный и простой в приготовлении. В тесто можно добавлять цедру, орехи или, как в моем случае, ягоды. При этом будет получаться совершенно новый вкус бисквита. Его можно приготовить и просто к чаю, как пирог. Он очень-очень вкусный. Обязательно попробуйте! Все ингредиенты для бисквита должны быть комнатной температуры. Клюкву можно использовать как свежую, так и замороженную. Замороженные ягоды предварительно размораживать не нужно. Это бисквитное тесто не любит ждать, его сразу нужно выпекать, поэтому духовку нужно включить заранее. У меня духовка уже включена на 180 градусов, режим вверх-вниз. А также сразу подготовим формы для выпечки. Я буду выпекать бисквит в двух кольцах диаметром 22 сантиметра. Так как тесто достаточно густое, донышки делать не обязательно. Я застелила решетку силиконовыми ковриками и установила кольца. Они у меня как раз помещаются. Первым делом разделяем яйца на белки и желтки. Делаем это очень аккуратно, чтобы желток не попал в белок. Я использую яйца отборной категории. Вес одного такого яйца со скорлупой приблизительно 65 граммов и более. Небольшие отступления в весе яиц для данного рецепта допускаются. В белки добавляем небольшую щепотку соли и начинаем перемешивать на средней низкой скорости миксера, постепенно увеличивая до средней. Если сразу начать взбивать белки на максимальной скорости, то вероятнее всего, что бисквит потом осядет. Когда белки превратились в белую пушистую массу, состоящую из мелких пузырьков одинакового размера, постепенно в 3-4 приема добавляем приблизительно 2 трети отмеренного сахара. Высыпаем и прежде чем добавить новую порцию сахара, даем секунд 20-30 сахару разойтись. Когда весь сахар добавлен, включаем средне-высокую скорость и продолжаем взбивать. Параллельно подготовим сухие ингредиенты. Соединяем пшеничную муку с крахмалом и разрыхлителем и просеиваем через сито. Перемешиваем лопаткой, чтобы разрыхлитель равномерно распределился и пока отставляем в сторону. Желтки взбиваем с оставшейся частью сахара до побеления и пышности. Желтки можно сразу взбивать на максимальной скорости. Если у вас только один миксер, тогда сначала удобно взбить белки, а затем этими же венчиками взбить желтки. Когда меренга стала гладкой, блестящей, стабильной и пластичной, на венчике демонстрируют мягкий птичий клюв и очень хорошо держит форму, значит это как раз та консистенция, которая нам нужна. Дальше все делаем строго вручную, без использования миксера. Добавляем к меренге взбитые желтки и слегка перемешиваем лопаткой. Добиваться полной однородности на данном этапе не обязательно. Теперь добавляем сразу все сухие ингредиенты и перемешиваем силиконовой лопаткой до однородности в одном направлении. Внимательно следите, чтобы нигде не осталось непромешанных кармашков с сухой мукой. Для заваривания теста в ковшик выливаем воду и добавляем сливочное масло, которое предварительно лучше порезать на небольшие кубики. Ставим на плиту и доводим до кипения. Я сразу включаю максимальный нагрев, чтобы ускорить процесс. В только что вскипевшую смесь воды и сливочного масла добавляем немного готового теста. Перемешиваем до однородности и соединяем с основной массой. Снова перемешиваем до однородности. Аккуратно, но уверенно и быстро. В тесто добавляем замороженные ягоды клюквы и просто перемешиваем, чтобы ягоды равномерно распределились внутри теста. Готовое тесто распределяем между двумя формами. Аккуратно слегка разравниваем поверхность лопаткой и выпекаем в заранее разогретой до 180 градусов духовке на режиме верх-низ на среднем уровне. Первые 20 минут духовку вообще не открывайте. Выпекать нужно до уверенного золотистого румяного цвета. В моей духовке бисквит выпекался ровно 32 минуты. Время выпечки может отличаться в зависимости от мощности вашей духовки и размера бисквита, который вы будете делать. Готовность проверяем, не вынимая бисквит из духовки тестом на сухую лучину или легким надавливанием пальцем на бисквит. Поверхность должна пружинить и от пальца не должно оставаться вмятины. Достаем бисквит из духовки и даем остыть на доске или на решетке. После остывания снимаем силиконовые коврики и вырезаем бисквиты из колец при помощи ножа. Полностью остывшие бисквиты нужно завернуть в пищевую пленку и дать полежать в холоде минимум 4 часа, чтобы влага в бисквитах равномерно распределилась. Все тесто можно испечь в одном кольце такого же диаметра, только повыше. В этом случае к ягодам клюквы добавьте 1 чайную ложку крахмала. Но так как мне этот бисквит нужен для торта, который будет состоять из 4 коржей, то удобнее выпекать именно в двух формах, а затем каждый бисквит просто разрезать на 2 части. Такой бисквит спокойно можно хранить в холодильнике до 5 дней при температуре плюс 4 градуса. В морозильной камере можно хранить до 1 месяца. Главное тщательно запаковать в пищевую пленку, чтобы бисквит не впитал в себя посторонние запахи. Размораживать бисквит нужно постепенно через холодильник, достав его из морозилки, например, с вечера, а утром уже можно использовать. Такой бисквит для торта можно не пропитывать. Он и так получается достаточно влажным. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте. Обязательно подписывайтесь на мой канал, впереди вас ждет много интересного. А сегодня на этом все. До новых вкусных видео!